285 жалоб в сфере ЖКХ за неделю. Такую цифру озвучили журналистам на совещании у Сергея Петрова. Также на встрече присутствовали заместитель мэра по профилю, председатель думы и начальник управления ЖКХ. Подавляющее число обращений от жителей на санитарное состояние придомовых территорий, обслуживаемых УК «Центр» и ЖЭД-2. Крайне недовольны ангарчане и внутриквартальными проездами. Уже 133 раза люди пожаловались в мэру на то, что пройти и проехать к месту жительства практически невозможно. Понимаю, были затяжные дожди, дожди заканчиваются. Техника город не заполняет. Все идет в таком же режиме, как будто у нас впереди еще до декабря месяца. Будут плюсовые температуры и все, мы успеем. На сегодняшний день уже 6 сентября. Мы понимаем, что данный подрядчик не выполнит работу в срок. И выполнено всего 35% из запланированного. Мы надеемся, что и погодные условия, и подрядная организация усилится в этом плане. И к 30.09. эта работа будет завершена. Дворы, утопающие в мусоре, аварийное состояние кровель домов, отставание от графика ремонта внутриквартальных проездов. Жители старой части города уже завалили администрацию звонками и сотнями жалоб. Руководители отделов о главе с мэром после завещания едут на места, чтобы убедиться в обращении граждан. То, что Сергей Петров видит на первом адресе в 51-м квартале, недопустимо, говорит глава территории. Гора хламы и полные бачки с ТБО украшают двор не меньше недели. Пока строгий выговор и директор УК «Центр», и руководителю ЖКХ округа, которые обязаны контролировать подобные ситуации. При повторном безобразии будут приняты жесткие меры, вплоть до лишения лицензии. Сколько вам надо времени, Альбина Владимировна, чтобы все это нести в порядок? Мусорную стоянку мы завтра вечером уберем полностью. Спасибо, я надеюсь, что просто… Мусор вывезем. Далее маршрут внепланового выезда лежит до 23-го и 27-го кварталов, который обслуживает ЖЭД-2. Как мы видим, у нас есть такие моменты, которые подтверждают, что жители на самом деле справедливо подают сигналы. Можете прокомментировать? Да, мы просто-напросто сейчас другой квартал убирали здесь, ну, видимо, просто не успели. Сегодня, я думаю, сегодня вечером мы все уберем. Здесь дома запустили до такой степени, что недалеко и до несчастного случая. Прогнивший шифер, забитые водосточные трубы. Если и это не будет устранено, то ЖЭД-2 просто-напросто сорвет подготовку к отопительному сезону. А зимой налить опять будет падать на голову людям. Цель выезда все-таки не казнить директоров обслуживающих организаций, а напомнить им, что жителей нужно слышать, выстраивать с ними диалог, придерживаться графика и не прыгать выше головы. Делать помалу, но качественно и вовремя. За все еще в советское время. Ну, ведь за все платили, милый мой. Ну, так или не так? Я тоже жил в советское время. У меня кума работала тогда техником домоуправления. Вот, говорит, грузят этот тез, везут строить дачи себе, дочери построила. А вот сделать крышу не могут никак. Вот посмотрите. У меня в графике до начала отопительного сезона, то есть буквально две недели, восстановление всех подосточных труб. А то, что касается зарослей на кровле, это, ну, только с вышки можно сделать, дорогостоящие удовольствия, если честно. То есть тариф не позволяет все время нанимать. Так, на кровлю невозможно попасть, чтобы очистить водостоки? Да, можно попасть, но дело в том, что крыши старые, дома старые. Лучше не попадать? Лучше, потому что если пройти по шиферу, это будет еще хуже. К зиме город должен быть подготовлен. Это касается и подрядчиков, которые занимаются ремонтом проездов во дворах и не укладываются в срок. Не можете выполнить условия муниципального контракта? Продлевайте рабочий день и ремонтируйте проезды в ночное время, предложил мэр. Отговорки здесь не пройдут. Так будет правильно и справедливо, ведь деньги за свою работу подрядчики получают вовремя. С сегодняшнего дня дорожники пообещали вывезти еще одну бригаду на подмогу. Усиливаться будем. Две бригады есть. Сегодня вот буквально только дождь закончился, мы сегодня вышли БЦМ. Мы не ставили ямочный ремонт. Асфальт там не делаем, потому что лужи стоят и заводы просто не работают. Мэр заострил внимание на том, что нужно говорить людям правду. Ведь в этом году на деле подрядчик сможет отработать не больше 25-30% проблемных участков дорог во дворах. И кормить обещаниями населения не стоит. Это начало долгого пути по ремонту аварийных внутриквартальных проездов. В завершении выезда Сергей Петров подчеркнул, что подобные внеплановые выезды будут совершать регулярно, пока не увидят, что система взаимоотношений людей и чиновников в вопросах ЖКХ работает без сбоев. Если этого понимания нет, у подразделений администрации округа и управляющих компаний ситуацию разрешит жесткий контроль со стороны мэра и решительные меры. Как не обидно осознавать, но работа в городе начинает кипеть только после так называемого волшебного пенделя. Яна Попова, Алексей Кусюмов, Местное время.